Всем привет! На этом уроке мы будем обсуждать экономику мотивированного трафика, как играть в долгую и как считать его окупаемость. Напомню на всякий случай, что такое мотивированный трафик, это инструмент, с помощью которого вы можете в кратчайшие сроки увеличить видимость вашего мобильного приложения. Вследствие этого, быстро вырасти по количеству органики, соответственно, удерживаться на первых, вторых или третьих позициях в поисковой выдаче. Немножко пробежимся по плану урока. Первое, что мы изучим, это пользу мотивированного трафика, как считать прирост органики. Второе, почему эффект не сохраняется и зачем играть в долгую. Пройдемся по удержанию, зачем, для чего и почему. И третье, это экономика мотивированного трафика и как считать окупаемость. Как оценить пользу от мотивированного трафика? Простыми словами, нам нужно измерить количество органики до продвижения, то есть количество органических установок до продвижения для того, как мы запустили мотивированный трафик, провести кампанию по улучшению, соответственно, вырасти по поисковым запросам, там, неважно, на каких позициях были 30-е, 150-е или там 250-е, да, там топ-3, и попытаться измерить количество установок после продвижения. Соответственно, вот эта разница, сколько было там, да, до этого количества установок и сколько у вас сейчас, она и будет вот этим самым приростом органики, с помощью которого мы сможем в дальнейшем посчитать какие-то, может быть, денежные метрики или просто посчитать тот самый прирост. Как оценить пользу материного трафика? Простым языком нужно измерить количество органических установок до продвижения материного трафика, провести кампанию по улучшению этих позиций с помощью мотива и измерить после остановки прирост органики, то есть, соответственно, количество. Разница между количеством до и количеством после продвижения как раз и будет вашим приростом. Если он будет, значит, вы сделали все правильно. Если его нету, следовательно, нужно выбирать либо другие поисковые запросы, либо рассматривать другой инструмент. Можно рассмотреть простой пример из оффлайна. Для наглядности. К примеру, мы с вами Петр. Петр владелец обувного магазина, в котором ежедневно покупают 20 человек. Для простой расчетов и наглядности упростим будем считать, что один клиент покупает только одну пару обуви и больше не возвращается в магазин. Сейчас будет немного цифр. Маркетинговые расходы в месяц составляют 300 тысяч рублей. Средний чек, который тратят пользователи в нашем магазине, это 5000 рублей. Делим 300 тысяч рублей в месяц на 20 клиентов в день на 30 дней. Получаем 500 рублей. 500 рублей как раз это текущая стоимость клиента. Так называемый Customer Acquisition Cost. Однажды Петр решает сменить скромную вывеску своего магазина на большую неоновую вывеску над входом. Его гипотеза звучит так. Если мы будем заметнее с дороги, то нас увидит больше клиентов, а значит продажи вырастут. Новая вывеска обошлась Петру в целых 200 тысяч рублей. И также появились ежемесячные расходы на нее. Обеспечение работы моющих, электричество, замена ламп, ну около 20 тысяч рублей ежемесячно. Облик магазина стал намного привлекательнее. Уже с следующего месяца у Петра, то есть у нас, покупают не 20, а 25 человек в месяц. Гипотеза оказалась успешной. Наши продажи выросли на четверть. Давайте поймем, во сколько наш рост обошелся нам здесь и сейчас, соответственно, на следующий день после вывески. А это 200 тысяч рублей делим на 5, получаем 40 тысяч рублей. Выходит так, что за каждого дополнительного клиента после смены вывески мы заплатили целых 40 тысяч рублей. При среднем чеке в 5 тысяч рублей наша гипотеза с вывеской здесь и сейчас не окупилась, как могло показаться в самом начале. Конечно, считать окупаемость таким образом неправильно. Ведь те 5 клиентов, на которых вот как раз увеличилась там ежедневная воронка, придут и через неделю, и через месяц, и может быть даже там через полгода. При этом, естественно, выросла прибыль Петра. Сейчас мы сведем все эти данные в таблицу и как раз посмотрим. Именно так выглядит воронка обывного магазина до покупки вывески и после. Где видно, что с старой вывеской при 20 покупок в день и расходах на маркетинг 300 тысяч рублей, мы получаем прибыль 3 миллиона, со стоимостью клиента 500 рублей. И также в разрезе полугода. И где с новой вывеской, где количество покупок выросло на 25 и расходах на маркетинг примерно так же, но с расходами на вывеску, мы получаем, что наша прибыль растет уже до 875 тысяч рублей в месяц. И через месяц мы получаем 3 миллиона 750 тысяч рублей. Ну и, соответственно, в разрезе полгода и года вы тоже видите эти цифры. Из таблицы видно, что вдобавок к росту выручки начинает снижаться и стоимость привлечения клиента. Через полгода она станет ниже начальной 471 рубль против 500. Как видите, наше решение по приобретению неоновой вывески начало приносить пользу не в перспективе, там на следующий день после ее установки и месяца, да, а где-то полгода-год. Ситуация с материнным трафиком примерно схожая. Никогда не нужно ждать прироста органики и окупаемость всей рекламной кампании на следующий день. Нужно рассматривать продвижение на большем промежутке времени. Возможно, это 3 месяца, возможно, это полгода или год. Что касаемо прироста органики в промежутке времени. Первое, что нам нужно и что мы делаем, это выбираем временной промежуток для подсчета CPI, стоимость привлечения одной установки, привлеченному за это к объему органики. Впоследствии мы возьмем расходы на мотив за этот период и разделим как раз на прирост органики, получим CPI после продвижения. Как считать прирост органики от использования мотива? Следующее, что нам нужно для подсчета CPI, это, конечно же, количество органических установок до продвижения. Мы рекомендуем взять для наглядности промежуток где-то 3 месяца. Если нет возможности, приложение там свежее, возьмите хотя бы месяц до продвижения, потому что вы сможете четко оценивать рост органики после продвижения и сможете сделать вывод касаемо этого инструмента. Где это посмотреть? В первую очередь вы можете посмотреть это либо в App Store Connect в разделе копии приложения, где выбираете точно так же временной промежуток времени, ну, к примеру, месяц, а по-хорошему 3 месяца. Либо, соответственно, если это консоль разработчика для, ну, там, в Google Play Market, соответственно, то же самое есть и там. Либо, если приложение уже существует какое-то, ну, как бы время, вы можете посмотреть отчеты User Acquisition из вашей трекинговой системы. Это может быть, к примеру, AppMetric. Следующее, что хотелось бы обсудить, это попадание в топ-3 и удержание позиций. После так называемого буста, когда мы забрались на первой строчке поисковой выдачи, мы ожидаем, что сразу к нам пойдет большой приток органики, и мы там начнем получать свои первые, ну, скажем, деньги. Так происходит не всегда, позиции могут падать, и наше приложение, соответственно, будет опускаться все ниже и ниже выдачи. Это может быть связано с несколькими причинами. Первое, это слабо проработано ASSO, либо нужно поработать с метой, потому что пользователи, как бы, не спешат устанавливать приложение после его просмотра. Может быть такое, что выдача и графическая часть выглядят намного конкурентнее и привлекательнее у конкурентов. Нужно подумать над этим. Вполне возможно, что приложение еще не набрало достаточного веса по поисковым запросам, либо в целом, так называемый install-base мобильного приложения. Он может быть либо общий, либо по поисковому запросу. Соответственно, нужно немного или привлечь на удержание мобильных установок, либо немного подождать. Также очень сильно влияет наш рейтинг, отзывы мобильного приложения. И все это в совокупности образует так называемую синергию, что и влечет к постоянному и стабильному росту вашего мобильного приложения. И третье, пожалуй, такой самый каверзный пункт, по которому мы можем терять наши позиции, это то, что конкуренты тоже могут закупать мотив и просто легко скинуть нас с первых мест. Удержание — это поддержка позиций с помощью мотивированного трафика на регулярной основе. Эта регулярная основа не обязательно должна быть 3 или 4 месяца. Иногда вот этого самого удержания хватает и 14, и 7 дней. Все зависит от выбранного вами поискового запроса. Потому что, ну, к примеру, после буста, на который мы можем потратить тысячу установок, чтобы выйти там в топ-1-3, нам нужно будет всего 100 установок в день, чтобы поддерживаться на первой позиции, а после остановки уже органически. Мотивированный трафик — это не единственный способ удерживать позиции в топе поисковой выдачи. Это все должно работать в совокупности с ASSO. Это не значит, что нужно работать отдельно от мотива, отдельно от ASSO, только там закупая мотивированные установки и пытаться вырастить органику. Это значит совершенно другое, что нужно работать и над ASSO, постоянно проводя и тестировав какие-то гипотезы, меняя графику, скриншоты, либо играя с метой и, соответственно, закупая мотивированные установки, тем самым наращивая installbase и базу своих пользователей. Именно в синергии этих двух инструментов, второй инструмент — берем ASSO в целиком, вообще все его сферы, мы сможем достичь и удерживаться на первых позициях в поисковой выдаче. Возвращаемся к ситуации с вывеской. Покупка новой вывески — это так называемый буст мобильного приложения, буст по ключевому запросу или по полуключевых запросов. А расходы на ее обслуживание — это как раз и есть удержание. Удержание позволяет компенсировать бюджет на буст в начале, поддерживая набранный уровень органики меньшими расходами. К примеру, мы бустили iOS-приложение в течение нескольких дней по высокочастотному ключевому запросу. Всего было заказано около 4000 мотивированных установок. Позиция приложения выросла, взлетела в топ-1-2, к примеру, там, не знаю, с 30-го на второе место. Дневная органика выросла со 100 установок до 700. И мы останавливаем закупку мотива и считаем, что в неделю буста с постепенным ростом позиции было привлечено 1300 дополнительных целевых установок. Попав на вторую строчку, приложение продержалось на ней 2 дня, а это еще около 1200 мотивированных установок, и в течение еще 10 дней опустилось на 10-ю позицию. Около 1900 мотивированных установок. Считаем расходы CPI этой органики. Первое — это было 3 800 установок, умножаем на 16-16 рублей. Это стоимость одной мотивированной установки на платформе Аббустер. Получаем 6 800 рублей. 6 800 рублей делим на 1300, это то, что мы получили первые дни после буста органики. 1200 — это когда мы получили 2 дня там в топ-2. И 1900 уже получили там за 10 дней после того, как опускались на 10-ю строчку. Получаем CPI органических установок 13 рублей 82 копейки. Супер! Мы получили отличный CPI 13 рублей для iOS-приложения. Это на самом деле очень крутые цифры. Однако источник быстро иссяк, и приложение вместе с объемом ежедневной органики откатилось назад. И чтобы вернуться снова на плюс 1000 органических установок, которые мы получали с первой или второй позиции, нам нужно снова привлечь 60 000 рублей, потратить на буст деньги и тем самым очень сильно вырасти в наш CPI. Это должно работать не так. Рассмотрим немного другой сценарий. Заняв высшую строчку в поисковой выдаче, мы сразу же после буста начинаем привлекать на регулярной основе мотивированные установки для удержания этих позиций. Возьмем, к примеру, что мы закупаем 200 установок в день. В дополнение к органическим, чтобы оставаться на первой или второй строчке. Посчитаем, как изменилась экономика привлечения на временном промежутке после занятия второй строчки. Посчитаем стоимость мотива. 200 умножаем на 12 дней, умножаем на 16, получаем 38 400. Суммарный приток органики за 12 дней у нас получается 8400 установок. Это где-то по 600 в день. CPI новой органики с момента старта буста и удержания получается 60 плюс 38 400. Это как раз удержание плюс сам буст. И делим на 1300 за первое время и 8400 за время удержания. Получаем 10 рублей 23 копейки. Это заметно ниже, чем мы потратили с вами после падения. Следовательно, удержание влечет всегда к снижению CPI, если выбранные вами ключи подобраны верно и с них приходит органика. Если этого не происходит, естественно, нужно искать другие поисковые запросы, смотреть запросы с большей частотностью, тем самым пытаться растить органику и снижать CPI привлечение. Сейчас вы видите две стратегии, где слева это буст, а справа это буст и удержание. В первом столбце это просто дни, второе это сколько мы привлекаем мотивы за время кампании, третий столбец это бюджет на продвижение, соответственно, там 300 умножаем на 16 и так далее. Видим рост наших позиций, где сначала мы с 18 растим до 2, немного держимся и начинаем откатываться до 10 позиции на 20 день. Наша органика, как она сначала растет, потом плавно уменьшается, уменьшается, уменьшается и будет продолжать уменьшаться, пока мы теряем позиции. Наш прирост органики и, соответственно, CPI по этой органике, где мы видим, что итоговая стоимость CPI выходит 13,82. И справа мы видим как раз стратегию, где буст и удержание, где мы сначала тратим большие объемы на привлечение, на улучшение позиций, и дальнейшее удержание, где объемы органики стабильные и не падают. И в итоге мы видим, что стоимость CPI получается 10,23, что там почти на 3 рубля меньше, чем без удержания. Такую таблицу вы можете собирать сами, плюс в конце урока мы рассмотрим с вами, как считать, как пытаться посчитать там окупаемость, наш прирост на примере. А сейчас вы видите график, который иллюстрирует наш как раз подход и стратегию буст плюс удержание, где там видно, что мы привлекаем мотивированный трафик и количество органики там намного меньше, чем мотив, который мы льем. Но потом получается все наоборот. Количество органики и наши доходы растут, а количество установок на удержание только падает и в итоге сводится к нулю. А сейчас посмотрим, как считать экономику мотивированного трафика на живом примере. Внимание на экран. Давайте рассмотрим простой пример, когда мы увеличиваем количество органических пользователей путем увеличения органики с помощью привлечения мотивированного трафика. К примеру, у нас стало не 500 установок в месяц, а 1000. Давайте унимем 1000. Здесь поставим с органики. Приложение потратили 20 000 рублей. Стало не 500 установок в месяц, а 1000. И на это все мы потратили с вами 20 000 рублей. Их ставим в расходы. И получаем, что, ну так как мы увеличили с вами на 500 органических установок в месяц, при этом потратили 20 000 рублей, получаем стоимость привлечения пользователя 40 рублей, да, и при этом прибыль с потока этих пользователей всего 68 рублей. Давайте запомним и рассмотрим дальше. Раньше мы с вами обсуждали, что после того, как вы делаете так называемый буст, вам необходимо удерживать ваши позиции в топ-1-3, да, чтобы количество органики не уменьшалось. Давайте рассмотрим на простом примере. как раз процесс удержания. Только в данном случае мы уже тратим не 20 000 рублей расходов, да, а тратим всего, всего там 30% из этого. Это 6 000 рублей. 6 000 рублей. Ставим сюда. Мы получаем, что стоимость привлечения, да, вот как раз CPI нового пользователя получается всего 12 рублей, несмотря на то, что, да, мы получаем, продолжаем получать столько же органики, да, и наша с вами прибыль как раз с этого потока пользователей, она продолжает расти, да, а если мы, например, попытаемся там как-то нарастить, может быть, конверсию в покупку, да, соответственно, мы видим, что прибыль там срастает там несколько раз, да, по сравнению с предыдущими разами. Или же мы можем рассмотреть пример, где вы после привлечения, там, после первого буста тратите на, точнее, не тратите на удержание, да, ваша органика продолжает как бы в первый месяц там находиться там на отметке тысячи установок в месяц, да, но вы потом просто снова привлекаете ту же тысячу, да, ваш средний чек снова растет и вы тем самым уменьшаете свою прибыль как бы с этого потока пользователей. Это простой пример и простые примеры довольно, которые вы можете просто понимать и пытаться прогнозировать, сколько вы будете тратить, сколько вы будете получать установок, какую прибыль с количеством привлеченных установок и как с этим быть, то есть до запуска, как бы понимать заранее, работает этот инструмент, поможет он там вашему приложению или стоит, например, поработать над там какими-то конверсиями или еще что-то. Ну вот, собственно, и все. На этом уроке мы с вами получили так называемый мануал для того, чтобы считать экономику мотивированного трафика и самостоятельно оценивать пользу от этого инструмента. Пожалуй, это очень важная история в том плане, что вам всегда нужно понимать и оценивать, что вы делаете правильно и будет ли это приносить пользу и стараться все это предугадывать на большем промежутке времени. Не здесь и сейчас, а что будет, если. Это нужно вплоть до того, чтобы и самому понимать, и составлять некие картины, возможно, либо для инвесторов, либо для ваших руководителей, если вы являетесь каким-то маркетологом либо менеджером проекта. На этом все. Всем пока. Встретимся на следующих уроках.